Василий Баннов – один из популярных брестских поэтов-песенников. Он работает на стыке традиционной авторской песни и бард-рока, удачно добавляя в свои произведения нотки русского фольклора и философичности. Наверное, благодаря такому огромному количеству красок поэзия автора доступна и близка большому кругу читателей, которые с удовольствием посещают его литературные вечера, каждый раз открывая для себя новые страницы, переживая совершенно иные чувства и эмоции. Так все зачатия устремлены в лес, хотя бы раз в жизни всяк из нас парашютист, и в чьих-то несколько возвышенных минут прыжок, и он уже раскрылся парашюр. И порой ни за что не свернуть, нас течением несет. Строки одного из стихотворений Василия Баннова в сущности рассказывают о том, как рождается литературное произведение в мыслях мастера слова. Хотя автор и причисляет себя к числу планирующих писателей, о том, каким будет в итоге стихотворение, он никогда не загадывает. Точку ставит душа, уверен Василий Баннов. Единой методики написания стихов нет, как и прозы, понимаете. У кого-то оно приходит так, у кого-то так. Допустим, у Пушкина тоже я знаю, есть черновики, где он писал именно то, о чем он хотел бы в стихах сказать. Понимаете, даже вот так бывает. Кому-то приходят стихи сразу, я тот человек, которому сразу приходят, ну, наверное, отдельные какие-то рифы, возможно, строчки иногда приходят, да. А потом это большая работа. Это садишься, это работаешь, пишешь. Новый сборник «На гребне времени. Волны» вобрал в себя наработки за последние несколько лет. На страницах есть место грусти и радости, философским размышлениям и беззаботному забытью. Поэт, считает Василий Баннов, должен быть разным. Тогда он сможет покорять сердца. Стараешься охватить, понимаете, ну, вот философичность привнести в поэзию, да, привнести проблемность, может быть, какую-то, вот, привнести лирику, хотя, конечно, лирика, она воплощена во многих стихах классиков, то есть лучше Тютчева, лучше Фета, лучше Есенина того же самого, не напишешь, да, вот, но где-то с элементами, возможно, вот современных слов, вот, с элементами опять вкрапления проблемности какой-то. Во время презентации сборника «На гребне времени волны» автор много рассказывал о себе и своем творчестве, цитировал строки из любимых произведений, отвечал на вопросы читателей. Эта книга – четвертая в творчестве литератора, которая, безусловно, еще не раз порадует искушенную брестскую публику новыми, не менее душевными произведениями.